Косики, караты, японское боевое искусство. Поединки здесь полноконтактные, поэтому перед выходом на татами спортсмены одевают специальное защитное снаряжение. Благодаря этому риск получения травмы сводится к минимуму, а поединки остаются зрелищными. Седьмой международный турнир Кубок Абхазии собрал в этом году более 180 спортсменов из Екатеринбурга, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики. Мои спортсмены очень сильно меня порадовали на этом турнире. Мы отобрали 14 человек. Я не ожидал, что будет такой действительно хороший результат. Несмотря на то, что мы и занимались все лето, и действительно готовились очень серьезно к нему, назад вернулось в Сочи 14 медалей. Миша Аделжонов привез из Сухума бронзу. Карате он занимается три года. За это время успел стать призером первенства России международных турниров. Но Кубок Абхазии оказался одним из самых сложных. Михаил сменил возрастную категорию и встретился с новыми соперниками. Я держал дистанцию на него, чтобы он на меня не бил, и я держался на дистанции. Потом он полетел на меня, я встретил рукой и выиграл с счетом 1-0. Егор Сафонов в финале уступил всего один балл абхазскому спортсмену. Ему досталась сложная категория, и каждую победу приходилось буквально вырывать из рук более опытных соперников. Было очень страшно, и я проиграла этот бой на один балл. Я пыталась его встречать и залетать ногой в голову, но ничего не получалось, и он блокировал мой удар. Тем не менее, на груди у ребят медали. А впереди насыщенный соревновательный год. Спортсмены сейчас активно готовятся к краевым турнирам и отбору на первенство России. Он состоится в Каневском районе в сентябре. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ».